Стадион, учебная башня, рядом гараж для спецтехники. Соревнования проходят прямо здесь, во внутреннем дворе Виндовской пожарной части. В программе состязаний два конкурса. Один из них, эстафету, отменяют прямо перед стартом. Мешает дождь. Соревнования начнутся через несколько минут. Командам нужно будет взять вот этот вот толстенный шланг и опустить его вот в эту специальную емкость с водой. Потом включить помпу, такой мощный насос, и по пожарным шлангам, по пожарным рукавам воду перекачать в пластиковые емкости, которые находятся в конце этой площадки. Сделать все это нужно как можно быстрее. Счет идет на секунды. Участники команд – это пожарные любители. Каждого привело в дружину что-то свое. Помогать нравится. Нравится вот. Участвовать в чем-то всегда. Мне кажется, это в жизни понадобится. Все-таки отец должен это проходить. Не дай бог что-то случится дома, в подъезде. После жеребьевки команды выходят на старт. Но соревнования не начинаются. Дождь вывел из строя электронику. Теперь, учитывать время каждой команды, организаторы должны, что называется, на глазок. Объективности судейства, технические неполадки – не помеха, уверен главный судья состязаний. Ничего страшного, по большому счету, не произошло. Глазомер существует у всех. И я думаю, что с представителями команды это было все обговорено. Все пошли на уступки. И я думаю, что никаких проблем не было. Вы видите, что все остались довольны. Самыми довольными остались участники команды сельского поселения «Развилковская». Они победили в состязаниях, выполнив конкурсное задание меньше, чем за две минуты. В ноябре команда отправится на областные соревнования. Алексей Пименов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.